В Украину понемногу приходят инвесторы. Крупные компании из нескольких стран решили вложить деньги в аграрный сектор. С кем уже подписали договоры, узнаем от Юлии Жешко. Украина становится привлекательной для инвесторов. Руководители крупнейших мировых корпораций готовы вкладывать в отечественный бизнес. В первую очередь речь идет об украинской компании Mrie Farming PLC. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля. Но не так давно оно оказалось на грани банкротства, поскольку этот агрохолдинг, один из крупнейших в Украине, было принято решение – спасти Мрию с помощью инвесторов. Для нас очень важно, что интерес наших арабских партнеров, который был засвеченный во время моего визита до Саудовской Аравии, до Рияда и встречи с его величностью, где мы четко наметили планы инвестиций в Украину с боку наибольших святовых инвесторов. По словам Петра Порошенко, Украина приобрела надежных партнеров в лице бизнесменов из Саудовской Аравии и Великобритании. Господин президент, мы настроены и в дальнейшем продолжать нашу деятельность. И это соглашение с компанией Mrie, как вы правильно отметили, это восстановление агрохолдинга. Мы настроены повысить эффективность производства компании. Хочу отметить, что это не последняя наша инвестиция в вашу страну. Мы рассматриваем возможности инвестирования в другие секторы. В присутствии президента подписали договор, согласно которому агрохолдинг Мрия перешел к новым владельцам. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, у нас еще будет повод собраться таким составом и отпраздновать подписание новых контрактов. По словам дирекции холдинга, это событие, пожалуй, самое значимое для агросектора за все годы независимости. Сегодняшняя транзакция, которую вы видите, это серьезным шагом для реальности увеличения инвестиций в аграрную сферу Украины. Я вам скажу, что это была беспрецедентная реструктуризация и самая большая за последние, возможно, часы нашей независимости, прямая инвестиция в агросектор. Мрия была проблемным активом. Мрия пережила четыре сложных года со времен дефолта в 2014-м. Я считаю, менеджменту и работникам удалось провести прекрасную работу, чтобы вывести компанию на ее сегодняшний уровень. Это, безусловно, лучшее решение, которое принесет компании много позитивных изменений, стабильных инвестиций, рабочих мест, оплаченных налогов. Аграрный сектор один из основных для украинской экономики и его развитие должно способствовать экономическому росту.